18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа. Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. И освещение, лавочки, значит, урны, какие-то мини-аттракционы для самых мелких деток. Новые рекреационные зоны и детские площадки у вас во дворе. Как подать заявку и стать участником проекта формирования городской среды? Именно в ваших руках будущее нашего города, Кубани и России в целом. Лучшие в профессии. В «Анапе» стартовал региональный этап чемпионата WorldSkills Russia. В ближайшие несколько дней мы ожидаем ухудшения погодных условий. Мороз и солнце – день чудесный. Чего ждать от январской погоды? Прогноз от главного синоптика края. Глава «Анапы» Юрий Поляков провел встречу с представителями греческого общества в селе Витязьва. Обсуждались планы как на текущий год, так и на долгосрочную перспективу. Главная задача, по словам мэра, – развитие Витязьва как круглогодичной курортной территории. Какие вопросы прозвучали на встрече и что будет сделано в ближайшее время в нашем сюжете? Анапский район пользуется популярностью у отдыхающих и в зимнее время. Поэтому необходимо поддерживать комфортные условия круглогодично. Не секрет, что в межсезонье предприниматели не так тщательно следят за своей территорией и начинают благоустроительные работы лишь к началу лета. Задача одна – мы пытаемся как-то добиться того, чтобы можно было курортный сезон раздвинуть. Если у нас нет в этом веры, а у меня наедь, да, может быть, на 11 месяцев мы ее и не раздвинем, но раздвинуть на 6, на 7 месяцев мы реально можем. Мы сегодня очень много работы ведем по городу, то есть для того, чтобы в межсезонье люди могли где-то ходить, были какие-то точки притяжения, где можно было прогуляться, пройти. Предстоит большая организационная работа по подготовке к выборам президента страны в марте этого года. Но главное – решить накопившиеся проблемы территории. Остро стоит вопрос загруженности на дорогах. В планах отремонтировать сразу несколько путей – улицу Рабочую, Мира, объезд села Витязева, а также участок дороги от улицы Горького и Черноморской. Одна из основных задач, которые ставит глава Анапы – очистка пляжей от незаконной торговли. Пляж – это лежаки, это зонтики, никаких попрыгунчиков, никаких там горок. Пляж должен быть пляжем. Сейчас в селе необходимо решать вопрос с канализацией. Но дело это должно стать общим. И здесь необходимо активное участие жителей и предпринимательского сообщества Витязева. Надо иметь в Витязеве свою канализацию, чтобы не загружать город. И надо с самого начала канализацию сделать должным образом. Единогласно была одобрена идея представителей греческого общества о возведении новой стеллы на въезде в Витязево со стороны аэропорта. В ближайшее время будет подготовлен проект сооружения. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапрегион. В России официально дан старт кампании по выборам президента в марте этого года. О том, как идет подготовка и какие нововведения ждут анапчан в нашем материале. На этих выборах в Анапе будет работать 75 избирательных участков. Явка в нашем городе традиционно высокая. Да и по количеству избирателей муниципалитет занимает четвертое место в крае. По словам председателя территориального избиркома, за последнее время Анапа пережила довольно большой перерост миграции населения из других регионов. Поэтому особое внимание комиссия будет уделять людям, которые по тем или иным причинам не смогут сами посетить участки. Территориальная избирательная комиссия. Сформирована рабочая группа по реализации избирательных прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Эта рабочая группа обследует все избирательные участки на предмет доступности избирателей вот такой категории. Потому что нам очень важно, что те люди, которые хотят реализовать свои избирательные права на территории избирательных участков, чтобы все могли принять участие именно там. Те, кто хочет проголосовать по месту жительства, они подадут заявку в участковую избирательную комиссию и к ним выйдут с переносной урны для голосования домой. Для повышения безопасности при проведении голосования все участки будут оборудованы специальными металлодетекторами. А помимо наблюдателей, на каждом избирательном пункте будут дежурить сотрудники полиции. Нововведения появятся и в сфере высоких технологий. В этом году еще будет централизовано, организовано наблюдение на 43 избирательных участках из 75, где в режиме онлайн-трансляции, в день голосования, люди смогут смотреть, как организуется и проведется голосование на тех или иных избирательных участках. В этом году Анапская избирательная комиссия начнет работу 16 февраля, то есть ровно за 30 дней до выборов. Руслан Немцев, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В Анапе стартовал третий региональный чемпионат Краснодарского края «Молодые профессионалы WorldSkills». В течение нескольких дней студенты среднего профессионального образования будут бороться за звание лучшего в четырех номинациях. На торжественном открытии чемпионата, который состоялся в городском театре, побывала и наша съемочная группа. «Делай мир лучше силой своего мастерства» – главный девиз этого чемпионата. WorldSkills – это не просто соревнования рабочих профессий. Лучшие повара, виноделы, специалисты ландшафтного дизайна и предприниматели вступают в борьбу за право стать сильнейшим в своем ремесле. Переоценить значимость этого мероприятия, наверное, невозможно. То, что наша страна влилась в это движение, то, что наш город занимает ключевые позиции при подготовке кадров, трудовых резервов – это абсолютно очевидно. Не случайно, что здесь, в этом зале, помимо студентов, мы видим и наших школьников. Потому что именно в ваших руках будущее нашего города, Кубани и России в целом. Сейчас, с каждым годом, мы понимаем, что значимость, необходимость рабочих профессий, их востребованность возрастает. Как отмечают члены экспертной комиссии, в этом году победу завоевать будет нелегко. Требования к участникам турнира серьезно ужесточились. У нас изменения очень серьезные. Мы хотим, чтобы наши ребята, обучающиеся системе профессионального, среднепрофессионального образования, после окончания могли смело, спокойно открыть небольшое предприятие, где, может быть, один работает, два-три человека. Но чтобы он этого не боялся, мог это сделать. Знал клиентов, финансы, маркетинг, продвижение, все вот это. Поэтому изменения у нас очень серьезные. Если в прошлом году они приходили на чемпионат, и мы говорили, ребята, делаем вот эту тему, и они тут же все это придумывали, то сейчас у них был месяц, они прорабатывали бизнес-план по той теме, которая им интересна. А в течение соревновательных дней мы с экспертами задаем вопросы, оцениваем, где-то корректируем. Ну и, конечно, есть спецстаб, про который они не знают, по которому мы можем оценить, насколько они могут быстро адаптироваться к тем изменениям, которые вообще на рынке всегда бывают. Курорт традиционно на этом чемпионате представляют два учебных заведения. Это Анапский сельскохозяйственный техникум и Анапский колледж сферы услуг. Наши студенты будут выступать в трех компетенциях. Это ландшафтный дизайн, поварское дело и виноделие. В этом году мы достаточно серьезно подготовились. Мы отправляли еще ребят на подготовку, скажем так, на практическое обучение в Абрау-Дюрсо. Они там проходили у нас буквально в декабре месяце практические занятия уже на таком современном, более современном заводском оборудовании. То есть наша команда хорошо готова. В этом году у нас по компетенции поварского дела будут соревноваться не 10 участников, а 16. То есть уже идет увеличение количества рабочих мест. Соревновательных дней у нас будет 3. Мы готовим за весь период 7 блюд. Анапские студенты высоко оценивают свои шансы на победу. Кристина Довтян в прошлом году участвовала в отборочном туре в номинации поварское дело, но не прошла испытания. Целый год ей потребовалось на подготовку, чтобы вновь заявить о себе. В прошлом году мне не хватило опыта. В прошлом году я была на втором курсе. Я участвовала без опыта работы. У меня не было ни практики, я нигде не на производстве, нигде не работала. В этом году у меня практики побольше. Я выходила на производство на практику, летом работала. Все-таки у меня больше опыта в этом году. Я думала, раз опыт есть, есть силы. Официальный старт дан. В течение нескольких дней на базе анапских учебных заведений 41 конкурсант будет соревноваться в своих умениях и навыках. Лучшие специалисты региональных соревнований отправятся на национальный чемпионат, который пройдет в Южно-Сахалинске 3 ноября. Руслан Душевский, Анапа. Регион. В управлении жилищно-коммунального хозяйства продолжается прием заявок на участие в приоритетном проекте формирования комфортной городской среды. Программа предусматривает проведение комплексных мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. Уже принято более 80 заявлений, в их числе и от жителей микрорайонов 12, 3А и 3Б. У общественников довольно масштабные планы. Какие в нашем сюжете? Спальные районы Анапы. Главная проблема микрорайонов 3А и 3Б, по словам общественников, это рекреационные зоны и детские площадки. Теперь появилась возможность ситуацию исправить. Зеленая аллея, которая ведет к памятнику Тресвичи – идеальное место как для прогулок мам с колясками, так и для пожилых людей. В рамках программы формирования комфортной городской среды планируется продолжить прогулочную зону до парка имени Евскина. Здесь будут выставлены дополнительные лавочки для отдыха и высажены зеленые насаждения. Коснутся изменения и большой детской площадки, находящейся в центре микрорайона 3Б. В данной дворовой территории здесь у нас 4 9-этажных дома. Мы подали заявочку здесь, чтобы построили детскую многопрофильную крытую спортивную площадку всесезонную, детский городок с качелями и зона отдыха для наших граждан. Потому что данная территория у нас большая. Мы за ней, конечно, ухаживаем, и субботники проводим, и мероприятия детские проводим. Но хочется для детей что-то нового, современного. Изменения в инфраструктуре коснутся и 12-го микрорайона. В 2015 году здесь была отремонтирована футбольная площадка и установлен закрытый тренажерный комплекс. Жители довольны. Но проблема в том, что места для всех на этой площадке для отдыха просто не хватает. Вот одна есть площадка игровая. Ну, большие залезли сюда, если начинают играть, маленьким некуда совершенно идти. Уже и мячи летят, и все летит, и поэтому не знаешь куда. А так вот кусочек где-то что-то отделить малышне, вот самых маленьким таким. И хорошо, отлично было. И мы вышли с ними, и сидим с ними. А так и ходишь туда-сюда, и не знаешь, где или мечом получишь, или еще что-то. В перспективе на месте этой площадки появится абсолютно новая. Старые игровые конструкции планируется демонтировать, прилегающую территорию озеленить и сделать зоной отдыха. А для самых маленьких жителей микрорайона появится свой уголок. Для самых маленьких деток, это где-то детки от годика и до 4 лет, они должны где-то отдельно немножко играть, гулять, потому что здесь взрослые детки собираются. А в том районе где-то мини-сквер сделать для самых-самых-самых маленьких. То есть предусмотреть там, допустим, и освещение, лавочки, значит, урны, какие-то мини-аттракционы для самых мелких деток. Прием заявлений на участие в федеральном проекте формирования комфортной городской среды продолжится до 15 января. По всем вопросам можно обратиться в Управление жилищно-коммунального хозяйства по адресу улица Крымская, 150, кабинет 113 или по телефону 8-918-058-83-02. Пассажиры потока аэропорта Анапа в зимний период вырос на 12% и составил более 89 тысяч человек, сообщает в пресс-службе базы Лайра. При этом на внутренних направлениях за указанный период он вырос на 12%. Показатель объясняется увеличением количества авиарейсов в зимнем расписании в Анапу из Москвы. Ежедневный аэропорт-курорт обслуживает 6 регулярных авиарейсов. Пассажиры потока аэропорта Анапа на международных направлениях вырос в 4 раза по сравнению с двумя месяцами зимнего расписания полета в 2016 году благодаря активности бизнес-авиации в этот период. В 2017-м в терминале 2 Международного аэропорта Анапа начал работу Центр деловой авиации для обслуживания рейсов этой категории. Как ранее сообщалось, 12 июля 2017 года состоялось открытие нового терминала Международного аэропорта Анапа. Это одноэтажное здание площадью 11800 квадратных метров, пропускная способность которого составляет 600 пассажиров в час. Стартовал конкурс на лучшее предприятие общественного питания Краснодарского края. Победители конкурса будут определены в номинациях «Лучший ресторан», «Лучшее городское и сельское кафе» и других. Для участия в конкурсе хозяйствующие субъекты сферы общественного питания или органы местного самоуправления в Краснодарском крае представляют в департамент анкету заявку участника и фото- и видеоматериалы, характеризующие деятельность предприятия. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по 23 марта этого года включительно. Подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте Департамента потребительской сферы и регулировании рынка алкоголя Краснодарского края в разделе «Отрасли общественное питание» и по телефону в Краснодаре 261 1686. Анапская зима преподносит сюрпризы. И судя по тому, как столбик термометра показывает с каждым днем температуру воздуха все ниже, многие жители и гости курорта задаются вопросом, ждать ли настоящих морозов или это временное похолодание. О том, какой будет погода в январе, нам рассказал главный синоптик края Андрей Бондарь. В ближайшие несколько дней мы ожидаем ухудшения погодных условий. В сегодняшние сутки у нас еще нормально, хотя и достаточно прохладно. В дальнейшем погода будет у нас ухудшаться. Завтра мы ожидаем уже осадки по территории края, в том числе и в Анапе. Притом, учитывая то, что температурный фон достаточно низкий, дневные температуры будут порядка плюс один, плюс три градуса. Осадки могут быть в виде дождя, переходящего в мокрый снег. В ночи уже возможны и отрицательные температуры. В последующем на выходные дни понижение температуры продолжится, но здесь будет дополнительным неблагоприятным фактором усиление ветра. В районе Анапы ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. Осадки вот ждем 12-го и потом уже следующий фронт будет до второй половины воскресенья и в понедельник. Там уже осадки будут в виде снега у нас в начале следующей недели. Даже дневные температуры будут близки к нулю и даже отрицательными. По району Анапа, Новороссийск температура прогнозируется на уровне плюс два, минус три градуса дневные. Ночные температуры минус один, минус шесть градусов. Тем, кто планирует путешествие в Крым в ближайшие дни, следует также внимательно следить за метеоусловиями. Из-за непогоды может быть приостановлена работа паромов на Керченской переправе. В морской дирекции предупредили, что с 11 января перевозки пассажиров будут осуществлять по фактической погоде. В районах Таманского полуострова и юго-азовского побережья также ожидается сильный ветер. В 13 январе порывы ветра достигнут 30 метров в секунду. И, кроме того, температура воздуха в среднем по краю опустится до минус трех градусов днем и ночью до минус семи. И к другим новостям. До церковного праздника Крещения остается неделя. Это значит, самое время начинать готовиться к традиционным крещенским купаниям, которые будут проходить в Анапе в ночь с 18 на 19 января. Как сообщили телерадиокомпании «Анапа-регион» сотрудники ГИМС, крещенские купания в Анапе будут организованы на пляже «Малая бухта», центральном пляже Анапы, возле ворот на улице Гребенская и центральном пляже Станица Благовещенская. Крещенские купания будут проходить с 21.00 до утра. Безопасность будут обеспечивать сотрудники полиции, ДПС и казачества. Также на дежурство заступят спасатели и скорая помощь. Отметим, что по статистике больше всего людей купается на пляже «Малая бухта» от 3 до 5 тысяч человек. На пляже Станица Благовещенская купается до 3 тысяч человек, а на центральном пляже Анапы от 1,5 до 2 тысяч человек. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова